Так, ребят, у нас снежочек начался. Всем еще раз доброе утро. Почему говорю еще раз, потому что одно видео я уже смонтировала, выложила. Ну, нечего писать, видите, такая она погода. Ну, начался снег, это уже интересно. Сначала лопаты такой летел, а теперь крупичка пошла. То есть уже в Киеве давно снег, а у нас, видите, было 12 градусов, считайте, мороза. Потом вчера ночью было 4 градуса, а сейчас просто посыпал немножко снежок. И сейчас, сколько там градусов? А сейчас минус 2. Минус 2. Вот такие у нас делишки. Все, и мы садимся, текай, Боника, текай, садимся, кушаем. Света у нас нету, свет отключили. Приготовила что? Вчера отваривала картошечку. Вот, отварная картошка обжаренная, кусочек мяса тоже вчера жарили. Что, яйца? Яйца давно не ездили. Яйца, яйца! И салат. Салат очень интересный. Тапустка, ну, этот, айсберг или как, редиска, но мне что-то не хватало по вкусу. Яйцо тут, я говорю, я уже не знаю, что добавить, что добавить. Как-то маслины не хотелось открывать, хотя подошли бы кукурузку, тоже не хотелось открывать. Я говорю, слушай, а давай рыбу добавим. Давай, добавили тунец. Знаете, я вам скажу, очень вкусно получилось. Обычно тунец с редиской не естся. Тунец там с огурчиком свежим естся все. Ну, мы так подумали и решили. Да, поэтому вот такие у нас еда и мой чай. Все, садимся, кушаем. Коля кумин распалил. Просушиваем, просушиваем кирпичи, протапливаем, потому что кирпичи холодные. Доделывает, палит, распаливает. Ну, в общем, короче, занимаемся потихонечку. Его еще красить надо. А мы уже его распаливаем. Ну, в общем, короче. Ну, краску ничего страшного, можно. Да? Конечно. Ну, хорошо. Горячий быстрее будет сок. Всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Матрешка, это не ты. Такая раз, привстала, посмотрела. Думает, я, и я. Нет, не ты. Ну, что, ребята, вот-вот и... Да? И уже. На самом деле, классно, тепло так. Вообще. Камин делает еще. Главное его не про это самое... Как? Ай! Ну, вовремя подкидывать, конечно. Не провевать, да. Да. Не провтыкать, хотел сказать. А смотрите его, на что? Жить... Хотели там ставить кирпичи, но... Они смотрелись грубовато там. Смотрите, как круто Коля сделал. типа типа кирпичи типа кирпич обалденно просто типа кирпич типа кирпич просто из цемента вот такие вот штуки на самом деле это класс вечером это вообще наверно будет шикарно смотрится да когда сверху не горит сейчас мы зайка придумаем его покрасить да блин вниз вот да он такой более такой знаете такой прикольный а вот верх он слишком гладкий этот верх нам надо как-то так я не знаю короче хотим мы его устарить ребята может устарить или как-то ну придать ему какую-то новую или какой-то цвет дать более да более подходящий под камин они вот просто вот свежачок такой что-то хочется придумать вообще смотрится все уже круто и как видите николай он раздет и значит понятно что у нас тепло и он весь полосатый хотите покажу это я его била я его бью когда этот когда он что-то правильно делает я его прям беру и бью видите в полосочку да по лазиною так и и схлестало его все да как бы я не стала злазиною да не на самом деле это ему уютную сетку делала да и камин не я придумал на самом деле так ребят вот такая красота только у меня две штучки лопнула я их сильно круто завернула но это слоеное тесто с там две дальние с мясом получается а это с брынзой и сыром да с сыром и шпинат даже не сыр а брынзой шпинат вот так вот такие вот обычный пирог дело типа бюрек там у меня есть на канале шаповалова на кухне бюрек очень вкусно как пирог идет но он такой более мягенький классно это вот я решила завернуть такими рулетиками ну посмотрим что будет давай да вот лишь она лопнула и отошло если красиво ну вот да ой на тарелку ложи я уже там вот там сыр и шпинат это типа как мы эти слойки не слойки типа его давай с мясом это типа как бюрек вот мы кушаем вот он с мясом получается вот это хорошо вообще уже я сыра наверно дофига напихала мне кажется просто понимаешь здесь с мясом я видишь аккуратненько так да напихала у ребята всем доброе утро у нас сегодня гололед и причем такой гололед еще что капец вчера николай выезжал ему надо было вечером по делам все здесь недалеко здесь то говорит машину носила так со вчерашнего дня такой гололед у нас и как видите видите сосули капают видно очень не видно господи я с утра что-то с глазами все капает ляпает но вот здесь смотрите видно вот гололед еще страшно сегодня наблюдала матрешка шла пару раз упала сейчас у нас 0 градусов 0 даже немножко уже плюс пошел вот но везде а говорится что и гололед и в общем-то аккуратно и все нам город нужно съездить мамину кошку покормить и вот не знаю не знаю сейчас мы наверно позавтракаем да поедем обмерзание об обледенение вернее я не знаю будет вам видно или нет вот провод идет вот смотрите сколько на нем льда это просто триндец дофига и трохи короче о даже прищепка ведь он примерзла короче погода шепчет как говорится и туман везде он такое мряка туман не пойми чего будем сейчас собираться перекусим есть сильно не хочется но перекусим и поедем в город кошку надо обязательно покормить чем будем перекусывать вот эти вот штучки которые вчера приготовила ну это типа бюрек но закрученный вот я его не пирогом делала а именно такими закрученными штуками слова слойки какие-то честно с вами с мясом получилось не вкусно это не дрожжевое тесто как она слоеное тесто получается и одно у меня видите зеленью и брынзой а вторая получая с мясом и луком очень вкусный очень классная мы вчера прямо их две штуки тут с порезали слопали да сейчас долопаем вот это вот чаем после уже попили но я как всегда видите не кофе и чай все на кучу ну вот и будем ехать спереди ничего задом не поворачивайся как всегда капец ой да в общем вот такие у нас утро прохладное ребята туманище конечно но сейчас не такой гололёд вот уже был вчера это вообще разбивали и плюс по появился плюс поэтому это но туманище как видите да впереди машины не видно шок чем люди стоят уж на такой прям конкретный если это сейчас возьмется мороз резко дай вот там было людьми весь все пооборожено там где машины есть раскатали да вот так было бы сейчас ого-го ну короче в общем если сейчас вдруг ударит мороз вот обуды ого-го но ветки обледенели провода обледенели и из-за этого стали тяжелые у нас тоже на деревьях видела как ветки поопускаются те же тоненькие веточки они просто прям аж такие вот такая вот у нас погодка сейчас вообще ничего не видно что оно там где оно там сижу жду николая машине холодно на улице гололёд везде сижу и думаю думаю знаете и думу гадаю многие пишут молодеют соли там держитесь ну то да ну то держишься здесь кто-то там одно пишет кто-то другое пишет почитала комментарии ребят знаете я же говорю вы думаете у меня отчаяния не бывает у меня точно так же как и у всех бывает это отчаяние и все просто видео стараешься этого не показывать потому что боже бедный голубь все голубь ножка замерзла тоже прыгает холодно ему бедно всем холодно у всех оно бывает у всех ну просто стараешься как бы видео писать уже более такие позитивные моменты потому что если еще я еще начну негативничать там рассказывать как все у нас там и до то до сюда это то знаете сейчас у каждого проблема у меня он тоже кто-то там пишет вот все трудно все это тяжело то что думаете он я как-то по-другому живу точно так же живу как и все деньги имеют свойства всегда заканчиваться я говорю сейчас работаю коли в принципе тоже нету вот сейчас перед новым годом кому эта стройка нужно если до этого он хоть там по минималкам каким-то там ездил одно там кому-то сделать другое там кому-то сейчас очень ничего нету начался пошел на шоу гель цена цедэвэс короче ца фигня просто у котлов так цель другое что-то не такого как у нас да вот не такое даже а ты что пышешь получается в нашем котле есть дырка вот есть дырка куда надо вставлять вот этот вот гильзу баллон термобаллон вот куда надо вставлять то есть и там под старый вариант все сделано а система у нас новая итальянская вот это вот и нельзя туда этой палец вставать чтобы он чувствовал температуру воды непосредственно правильно короче шо что надо сделать надо все такую штуку на наши мастера сделали переделку то есть эту штуку надо вкрутить это буду у нас так сказать стакан специальный куды вставлять эту тепло чувствителю той так у нас он толще чем уца не кто-то кажется это кажется это не кажется у нас он толще гораздо толще чем уца дырочек ну и нельзя показал мне кажется что все туда зайдет короче тут писал описал это пришел все сбил да а что ты писал что жалуюсь я просто то люди так думаешь у прям все так прям все чудесно все так чудесно живем блин прямо я не знаю я просто деньги штампую где-то понимаешь что у нас точно такие же проблемы у него все за вас блин четыре тысячи надо сейчас отвалить и за свет две тысячи я не знаю откуда они такие суммы конечно насчитали при том что свет отключают газ блин вот тоже извините мы стараемся то работает то не работает блин сейчас мы отключили поехали и тогда сколько мы на ночь что отключали потому что у нас реально это мне кажется надо просто не покажу кидать нормально сейчас тоже сидим и тоже думаю сейчас и дело к новому году и все начинают вызвание вчера мне умудрились с газ с этой газовой службы позвонить уже во сколько в 10 часов часу 6 такое сообщите том что у меня долг знаете вам перед сном веселая информация чтобы ночью не спать и так это прекрасно знаю думаю что я не знаю это мы же верю что многие думают что блин у блогеров как-то по-другому как-то там все круто и все классно тогда мы же миллионы зарублянки у нас точно так же как у всех простых людей все точно так но если не умиллионник конечно блогер который не зарабатывает хороший день ненавидит обычный блогер то вы думаете что мы там бешеные бабки рубили ничего там особо не рубят что там пишут ой вам платят вам то вам все кто там шум не платит поэтому не пишите ерунды не пишите чушь я же верю что некоторые там я же верю думать что блогеры живут как-то по-другому нам знаете блогерам еще наверно в два раза тяжелее потому что надо еще и правильную информацию донести есть люди конечно которые вообще рассказывают все как на самом деле есть и может ими проще знаете а тут же стараешься как-то нести более позитивную информацию то есть более как-то и вас поддержать и показать что все будет круто что все мы переживаем все у нас помню так улочком понимаете а выливается все в то что ну вам же конечно Шо нам же, конечно? Нам точно так же, как и вам. Вам же ж не нужно то-то-то. А кто ж мне шо? Просто так кто то, что то даст? Нет, мне точно так же, как и вам нужно. Просто я же говорю, когда иногда бывает, считаешь так вот, и почему-то считается, что я живу где-то в каком-то месте, в таком, понимаете? Точно так же, как и вы живу. И никто у меня, никаких надо мной покровителей нету, понимаете? А мне еще, я, наверное, еще и живу с этими всеми комментариями, которые мне каждый день приходится вычитать и прочитать, блин. Какая я и грязнуля, и какая я и такая, и сякая, и разжигают чуть ли не межнациональный конфликт. Хотя мои высказывания очень корректны. Я стараюсь, ну, по минимуму, по минимуму там высказываться, ну, с этой, ну... Фу, с этого всего. Чтобы, понимаете, я понимаю, нет, те, которые дурали, я их там не боюсь обидеть, понимаете? Но есть же люди, которые действительно просто стали заложниками этой ситуации. Не хочется, чтобы они, им и так тяжело, и, понимаете, и нам тяжело, и некоторым им тяжело. Да, их там может быть 20%, 25%, я не знаю, все больше и больше становится в России, насколько я знаю, которые прозревают, которые приходят в себя и понимают, что творится в этом мире и что происходит. А что там пишут? Ой, вы так радовали за этот мост. Я вот ехала по мосту и ни разу не видела, чтобы ехала военная техника. Типа возвращалась с Крыма, ни разу не видела. Да, она же просто, понимаете, бесперебойно туда-сюда мотается. Вы такие вот эти иногда комментарии пишете, блин. Просто читаешь и думаешь, говорю, господи, вместо того, чтобы, блин, очнуться, опомниться и увидеть, что мир катится в бездну, вы еще пишете. Вот посмотрите фильм там, где, что-то, куда-то, значит, как все это, Украина в огне, туда-сюда. Типа как на самом деле было? Было все на самом деле так, что, блин, российские войска приперлись и все сделали. Вот как оно на самом деле было. Донецкие люди звали. Сейчас донецкие люди сильно счастливы от того, что Россия приперлась. Потому что, блин, пока мест не пришла Россия туда, в Донецк, до 2014 года. Не надо смотреть эти 8 лет. Мне пишут, смотрите 8 лет. Не надо смотреть этих 8 лет. Смотрите до этих 8 лет. Люди жили, люди развивались. У людей там, извини меня, это области были. Там и дороги делались, и заводы отличные, прекрасные стояли, блин. И елки-палки, шахты работали, блин. И эти стадионы строились. Все делалось, все делалось, понимаете. И тут пришла Россия. Все, все прекратилось, началась война. Вы на это смотрите. То есть не нужно писать, что вот этих 8 лет переживал Донбасс-Луганск. Почему они начали это переживать? Потому что кто-то приперся туда. До этого там такого не было. Ничего там не взрывалось. Никогда там ничего нет. А сейчас там ни заводов, ничего. Шахты позакрывали, заводы повывозили все в сторону России. Типа уберечь от взрыва. Вам их кто-то вернет. Украли, блин, уберечь. Никто их вам не вернет. Ценности, где бы только оккупант не пришел, они даже памятники воруют. Я уже не говорю за эти туалеты, ванны, за это все. Что там в интернете гуляют эти все картинки, что там воруют фены, блин. Там все что хочешь, детские игрушки, блин. Вплоть до трусов. Я понимаю, что не все такие солдаты. Я понимаю. Ну раз это в интернет попадает, значит такое есть, правильно. Тянут эту ванну вдвоем. Нахрена тебе ванну? А ты что, купить ванну не можешь у себя там в России? Ёшкин кот. Это смешно просто. Где стиральные машины? Ну ладно, это все херня. Вы же посмотрите, памятники. Они спасают памятники. Вы пришли к нам на территорию, спасаете памятники, которые у нас всю жизнь стояли. Потому что вы их демонтируете. Да это наше дело, демонтировать нам или нет. Вы пришли к соседу домой, и вы решаете. Так, наверное, вот этот подсвечник я себе заберу. Вот эти тарелки я тоже заберу. Ну, типа, ты же их можешь выбросить, а я их заберу. Я же не сказала, что я их буду выбрасывать. Как ты у меня можешь прийти домой и забрать? Унитаз я тоже заберу, а то у меня поломался. Ты себе новый купишь, да? Ну это, блин, бред какой-то просто, бред. Вы приехали в этот Донбасс, Луганск. Вы выгребли все, что только можно. Позакрывали все, что только можно. Ограбили людей и еще перепрошили людей со своим зомбоящиком. О том, что, типа, блин, это все из-за Украины. Вы, люди, хотя бы глаза пооткрывайте, блин. До 2014 года как вы жили? Прям ущемленные были. Вам кто-то не давал по-русски говорить? Я живу в центре Украины, я говорю по-русски. И ничего мне не убьют за это. Никто мне не бьет за это. Я в магазине говорю по-русски. Я говорю на улице по-русски. Я вот вам вещаю в Ютубе по-русски. И никто мне не прислал никакое оповещение о том, что это самое. О том, что я сейчас тебя штрафуем или еще что-то. Ты только вчера говоришь, что это бесполезно. Это как бы бесполезно. Но может быть хоть каких-то там 3, 4, 5 человек, если прозреют, это уже будет счастье. Вы понимаете или нет? И мне кто-то говорит, не тратьте свои нервы, не записывайте эти видео про политику. Давайте не будем политики. Нет уже здесь политики. Здесь человеческие жизни, здесь война. Здесь люди погибают. Какая в жопу политика? Политика это там, наверху. А здесь мы между собой собачимся. Какая, блин, политика? Те, кто приходят ко мне. Вот я не захожу почему-то на российские каналы и не пишу. Ой, какое у вас говно дома. Почему вы считаете, что вы можете зайти ко мне на канал, вообще человек незнакомый мне, и написать, что у меня говно? Я же не иду к тебе домой. Я же говорю, я на российские каналы. У меня никогда в жизни не возникла такая, блин, мысля, зайти кому-то, насрать на канале на российском. Почему вы такие люди? Я не могу понять. Почему вы считаете, что прийти кому-то нагадить, это классно, это круто, это прямо... Вы же понимаете, что, блин, все мы катимся, блин, в яму, с таким отношением друг с другом. А ты, а ты, а ты, а ты, а ты. Так каждый давайте за своим носом смотреть. Вчера сказала в этом видео по поводу того, что у вас законы уже переходят все границы, что у вас нет уже свободы слова, что во многих регионах одна треть, как там, две трети, сколько? Треть, а, треть, треть России без газа. И мне там начали. А, у нас все с газом, у нас все с водой, у меня в доме горячая вода, у меня в доме... Так вы же смотрите за своим носом, что лично у вас в доме. У меня тоже в доме горячая вода, и газ, и свет, и бойлер, и, блин, все у меня есть. Я говорю в общем. Я не имею в виду того, кто живет в городе, в квартире, и там классно себе живет. Вы же посмотрите, вот выезжаешь там куда-нибудь, в какое-нибудь село или еще что-то, люди, блин, извините, школы валятся без отопления. У кого-то вообще воды нету, люди снег собирают, понимаете? А вы вот, вот, села у себя в коробочке в своей, блин, и пишет, а вот у нас все хорошо. Лично у вас может быть и да. Но вот когда приедут, я же говорю, люди, те, которые там страдают, я же говорю, иметь собственный свой... Вода вообще... Не хочу водички. Не хочу. Имея свой газ, имея все свое, люди сидят без ничего этого. Ну, им газовые баллоны подвозят. А вам не стыдно такое мне говорить, что им подвозят газовые баллоны? Газовая держава. Им газовые баллоны подвозят. Наверное, так, бесплатно просто. Газовые баллоны подвозят и раздают. Это ж так классно. Возьмите у себя дома, отключите газ и при... Тарабаньте туда газовые баллоны, поставьте. Эх, удобство, блин, прям капец, понимаете? Там им дрова подвозят. Видели мы им, какие дрова подвозят? И за сколько им дрова эти подвозят, и все остальное. У кого нет воды, лед рубят, этими привозят. Типа, давайте смотреть каждый за носом. Так вот, я же говорю, давайте и смотреть каждый за носом. Просто вы, прежде чем прийти ко мне на канал, меня обосрать, что у меня там как-то не так, лучше пойдите, посмотрите, как ваши регионы живут. Прежде чем приходить в Украину и рассказывать, как нам надо жить. Спасатели великие, блин. У них и газ, и свет есть. У меня тоже и газ, и свет есть. И будет, поверьте мне. Засранцы, блин. Еще имеют совести приходить и писать не что-то. Уже пасти позакрывали, посидели потихонечко, блин. Позорники, блин. Просто позорники. Я не имею в виду, еще раз говорю, я не имею в виду всех россиян, потому что очень много людей сейчас открывают глаза. Слава Богу. Слава Богу. Многие из самого начала понимали, что происходит. Но многие до сих пор затуманены. До сих пор они смотрят это русское телевидение. Скобеева, Соловьевы. Они вчера одно говорили. Сегодня они уже перекрутили, уже другое говорят. То еще что-то. То опять эту ядерку. Они шуковывают. Да, эту ядерку опять поднимают. И все такие, давайте же взорвем. Так вы же поймите, что вы если взорвете, то, блин, это ж не только мы пострадаем. Пострадаете и вы тоже. И вы пострадаете. Вы вспомните наш этот, как он, Припять наш. Нашу эту, Чернобыль. Никто из вас не пострадал, не? Все кричат, давайте уже там взорвем-то, давайте туда кинем-то, давайте здесь кинем. А без кинем вы не можете. Жить просто и смотреть за своим носом, за собой, никто. Я же говорю, мы типа собирались, уже и сюда и НАТО приплели, и все, уже ж у нас, жиж, боеголовки стоят везде, понимаете? У меня во дворе он у нас стоит. Только и жду, как жиж, запустить, блин. Бред какой-то. Жили люди, развивались, жить хотим спокойно. Нет же ж, надо пойти и посмотреть, что там у соседа, и, блин, плюнуть, а лучше насрать ему, блин, за забор, понимаете? Кто вас трогает? Сидите себе и не это самое, за этих ЛБГТ. Боже, там такое началось. В этих комментариях. Ну вы вообще уже там с дуба рухнули. Ну и слава Богу, что приняли закон, а хай все типа к вам едут туда, не той ориентации. Вы что будете делать со своими вот этими звездами, звездами, певцами великими? Вы что со своими будете делать этими, как они называются, поэтами и всем остальным? Там их хватает, поверьте мне. Театралами, елки-палки, даже у вас там в парламенте их хватает. Ваших парламентах. Что вы с ними будете делать? Или как закон приняли, сразу они раз, и опа, и ориентацию поменяли, да, такие? Сразу же, да? Это же, блин, это же бред, это ущемление прав. Ну вам к этому, походу, не привыкать. Когда вам закон написали, все такие, бу-бу-бу-бу, дома на кухне повозмущали, щарку хильнули, блин, а, и ладно, ну, жили, еще раз проживем, и все остальное. Ущемляют, ущемляют, ущемляют. Все, никакого свободы слова. Да мы, самая демократичная страна, блин. Вы что там вообще кушаете, курите, жрете, не знаю. Какая демократия? Демократия, это когда ты можешь высказать свое мнение, вы же боитесь даже пукнуть, вы только можете звонить, вернее, писать на украинские каналы, украинским блогерам, и рассказывать... только что говорят у них по телеку. Ну, конечно, заученными фразами. Попробуйте написать что-то другое. Из своей головы. Да. Попробуйте здесь вообще разобраться. Я не знаю, если у них телек выключат, у них коллапс случится. У них просто случится коллапс. Что делать? Как? Все, не написали, что говорить? Не написали, не рассказали. Не рассказали. Извиняюсь. За все, что я сейчас сказала, но я так считаю. Фух, так, чуть-чуть меня попустило, а то все-то я действительно... Ну, знаете, когда проблемы свои накапливаются же иногда, не только у людей бывают проблемы, у нас тоже бывают. Оно тоже, знаете, все читаешь, 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 и как-то в голове все, оно же крутится, вертится, думаешь, блин, да как так-то не понимать элементарных вещей. Ну, знаешь, иногда уж тоже. Ты же позиционируешь себя как... Да, но я же тоже не... Позитивный канал. Да, я позитивный канал, но я тоже не железный человек. Особенно, когда мне пишут, давайте без политики и все остальное. Да не политика, я же говорю уже это. Это уже, это уже бред какой-то просто. Политика. Политика это когда, знаете, цены растут, когда, блин, там пенсии не платят, когда там, блин, я не знаю, еще чего-то. Ну, не когда война. Ну, а когда война, это когда людей убивают все, то это уже все грани переходят, это уже не политики. Когда, извините, бьют по инфраструктурам для того, чтобы только лишить людей в зиму, без света, без газа, без вот этих всех делов. Это ж война получается против простого народа. Это не военные, с военными сражаются? С военными попробуйте, да, вот именно. Что, да, на этих вот. На фронте, там, где идет у нас линия, линия обороны, вот туда, там воевать надо, на хрена свет выключать? Это что, это что за война такая? Это война против обычного народа, чтобы типа потом народ восстал и пошел против своего правительства. Да не пойдем мы, вы в это верите вообще? Не пойдем мы, не восстанем против своего правительства, потому что мы считаем, что наше правительство поступает правильно, отстаивая наши территории. Мы не хотим жить под Россией, как вы этого понять не хотите. Мы хотим жить так, как мы жили раньше. Это самое главное. Мы боремся за свои территории, чтобы не пришла Россия и не начала свои законы тут устраивать. Где нам говорить, где нам не говорить. Где нам жить, где нам не жить. Вот смотрела про Крым. Люди возмущаются в Крыму. Отбирают земли. Каждая говорит, у нас у каждого свой клочок земли, мы живем, мы ни в чем не нуждаемся. Но если вы ничего не нуждаетесь, почему государство людей бои земельные отбирают? У нас в Украине закон, у каждого человека, ну, допустим, не у каждого, да, но у многих людей, которые там работали, допустим, наши бабушки, вот моя бабушка, мой дедушка, работали в колхозе в то время, да. От них тогда раздали пои, то есть это куски полей. Теперь, допустим, моя мама, да, как наследница, она имеет в распоряжении, то есть это ее кусок. Она хочет, хочешь, сама там сажайся, хочет, отдает его в аренду, этот кусок земли, и с этого имеет какие-то деньги. То есть она дает в аренду, а арендатор уже платит нам, допустим, то ли зерном там, да, то ли деньгами. Кто как хочет, так и да уже. Понимаете? Точно так же и в Крыму было сейчас, отбирают у людей это. Теперь они обязаны эту землю брать в аренду. Ну что это за перекрутки такие? И вы думаете, что с такими законами украинцам понравится жить, иметь свою землю, получать с нее доход, а потом только хрясь, и теперь ты, оказывается, свою же землю берешь в аренду. Да. То есть какой-то бред и цирк, понимаете? Это же российский цирк, ну, ребята, мы не хотим к вам. Даже те же... Запомните, нам не надо ваши правила. Мы себе жили и будем жить дальше, бля. По своим законам, так как нам хочется, как нам нравится. Никто не ущемлял этот русский язык нигде. Да это был повод. Это надо было, надо было с чего-то начать, понимаешь? Вот они и начали с вот этой вот говна вот этого. Вы смотрите меня уже, сколько я уже на ютубе, 4 года, или уже 5 лет, я уже даже не знаю. Я всегда говорила на русском, кто меня ущемлял. Никто меня не ущемлял. Абсолютно. Да, мне нравится украинский язык. Да, я могу петь красиво песни на украинском языке. Ну, а у меня проблема с разговором на камеру на украинском языке. Я дома могу ли питать сидеть, да? Мы часто переходим и по-украински разговариваем. Что-то так это. Разговоряем трошки. Да. Ну вот, когда я беру камеру, включаю, мне как-то смешно получается, поэтому не перехожу. И еще не перехожу. Еще раз я еще раз объясняю, потому что у меня есть зрители, которые не понимают. И это не только российский зритель. Я уже объясняла. У меня люди с Казахстана смотрят, у меня люди смотрят с Германии, у меня люди смотрят США, у меня отовсюду смотрят люди. Польша, Латвия, Литва. Да, Польша, Латвия, Литва. Они все учили русский язык, и это же не значит, что они россияне. Они не россияне. Просто тогда... Мы вещаем не для россиян, мы вещаем для просто тех, кто понимает на русском языке. Мы вещаем на том языке, который более понятен для многого количества населения. Опять же говорю, Латвия, Литва, Польша, этот как, господи... Это все уже перечислено. Нет, Молдавия. Там тоже много людей, которые не поймут на украинском языке, что я говорю. А знаете, быть таким, ну хайваны учить тогда украинский, как мне пишут. Ну блин, ну это же тоже бред, понимаете. Это получается не уважать своего зрителя. Будем так говорить. Вы же хотите, чтобы к вам тоже уважение проявляли? Я стараюсь где-то какие-то вот сейчас потихонечку вставлять, может быть, фразы украинские, где-то что-то так вот, как мне тоже комфортно должно быть. Вы же понимаете, что невозможно человека заставить и... Ну, как сказать... Ну вот я смотрю некоторых блогеров, которые специально перешли на украинский язык. Ну, и у них это получается, это, знаете, исковеркали, испоганили называется. Есть у которых получается красиво, классно, да. Вот Алла Ковальчук вчера смотрела видео ее. И вот она, вот у нее красиво прям получается. Хотя она тоже русскоговорящий человек. Но она начала говорить на украинском, и она вот все чаще и чаще. Сначала у нее так немножко тоже проскакивало смешные фразочки. Теперь у нее так вот, ну, красиво получается. Я еще не могу сказать, что у меня прям красиво получается. Ну, ты же мало разговариваешь. Ну, да. Вот, понимаете? Я думаю, что... То есть вот первое доказательство того, что никто ничего не ущемлял. Мы просто все разговаривали кто как хотел. Кто на украинском, кто на русском, кто на суржике. И все. Никаких проблем не было. То, что у нас украинское государство, и естественно, документацию, из-за чего все пошло. Потому что сказали, что во всех организациях нужно заполнять документацию по-украински. И что, какие проблемы, Господи? Это не проблема абсолютно. Даже вот тогда, я помню, когда это все ввели, то были специальные люди, которые помогали во всяких организациях. Переводили. Да. Переводили, записывали, помогали писать на украинском языке. И ничего в этом страшного нет. Вообще никакой проблемы не было. Государство украинское, естественно, все документы должны быть на украинском языке. И я считаю, это нормально. Ничего здесь страшного нет. Но никто не говорил, что всем нужно перейти и разговаривать на этом языке. Ну, а вам, россиянам, сказали, что мы чуть ли не убиваем за русский язык. Да, это раз. А во-вторых, я же говорю, вот было бы странно... Как мы дожили его... Подождите, да, я скажу. Было бы странно, если бы я пришла там, ну, живя в России, да, пришла в какую-то организацию и сказала, а я буду документы заполнять на украинском. Я же украинка. Давайте у вас там, у вас сколько? И живет в России сколько национальностей. И представьте, если каждая национальность захочет заполнять свои документы по своему языку, вот который их родной. Ну, да. Вы же, Россия, у вас же по-российски все заполняется, правильно? Так они же, наоборот, искореняют все. Ну, так вот, в чем суть, что если... Они хотят оставить только российский. В чем суть? Если государство, Россия, все заполняется, вся документация, на российском. И никто там, кто живет в России другой национальности, не будет приходить и качать права. Я хочу на своем родном языке заполнять документы. Точно так же. Мы, страна, Украина, и, естественно, нужно заполнять документы по-украински. А как ты там разговариваешь дома? Как ты там разговариваешь магазин? Это твои личные дела. Все. Все. Достаточно, я думаю, объяснили. Приехали мы в АТБ, вот, АТБ наше, вот, приехали мы в АТБ, покупаем кошке мокрый корм, сухой корм. Я в прошлый раз купила туалет, мы купили, да? Да. Сейчас заедем, накормим кошечку. Накормим, уберемся за этой королевишной. Да, за королевишной. Она валит столько товарищей в свой горшок, больше, чем наши собаки. Это кошмар какой-то, блин. Вот, эту королевишну сейчас там это, погладим, накормим, уберем горшок, посмотрим, чтобы там в доме температура была нормальная. Ну да, посмотрим, как котел там работает, все проверим. Да, водички нальем, ну и все, в принципе, и домой. Поэтому я же говорю, кто там, что, уж простите, что я так эмоционально, но иногда я вскипаю, я тоже человек, и причем живой человек, который это все понимает, осознает, и сейчас в такое время живет, в военное время мы живем, товарищи. И если у нас в городе более-менее там, я же говорю, что так, что еще не прилетало конкретно, именно в сам такой, именно в город, вот, это не значит, что мы не лишены того же света, того же там, еще чего-то, и тех же, этих самых. Да, мы живем немножко лучше, чем другие люди, которые сейчас действительно в таком тяжелом ситуации, что без домов, без ничего. Ну и наши, вот я же говорю, кировоградские органы, вот эти все, да, отлично работают, и пункты обогрева ставят, и помощь переселенцам, и гуманитарки, и есть и государственные, и частные, да, сколько всего, и люди тянут, и тянут, и тянут, и ездят на деоккупированные территории, потому что и везут же туда, и там многое что делается, но что кто может, понимаете, не сидим просто такие, ой, слава богу, к нам не прилетело, знаете, и ничего, все ручки послаживали это, и деньги скидывают на всякие вот эти благотворительные организации, и собирают деньги, и концерты проводят, в поддержку эти все деньги перечисляют, и многие-многие, также музыканты, которые у нас сейчас там поют, выступают, я не знаю, кто-то еще, они тоже деньги со своих выступлений перечисляют, конечно, понятно, не все, потому что жить-то тоже за что-то надо, это тоже профессия, вот, то как-то все крутятся, и как-то что-то вертится, правда ведь? Поэтому так, фу, все, высказалась, пробачьте за такое гневное видео, оно вот накипело, накипело, высказалась, а что делать? Бывает и такое? Так что, я же говорю, живем мы там не лучше, чем кто-то другой, такие же у нас долги, такие же у нас набрались, но в кредит, блин, эти, аппараты, как оно называется, генераторы, и то, и все, и это, поэтому я же говорю, сейчас еще и по кредитам нас будут долбить, понимаете? Точно так же, как все, выживаем, если мы пытаемся стараться делать еще из этого же, ну, из этой буржейки камин, но это не значит, что мы шикарно живем, мы просто, я же говорю, из старых кирпичей намандерили, плюс докупили там небольшое количество этих новых, был уж не хотел сказать, новых, но самых дешевых, самых дешевых, да, это ни о чем, вот, я же говорю, просто хочется во всем вот этой, во всем вот этом, вот, хоть чуть-чуть какой-то красоты, чего-то, я не знаю, ну, какой-то такого, чего-то, понимаете? Ну, стараемся, стараемся хоть как-то, ну, это все, знаете, переводить в шутку, в юмор, в тепло, в красоту, да, чтобы и вам легче было, смотреть, с вами этим поделиться, понимаете, да, именно вот, показать, что все окей, хотя внутри душу это не меньше, чем у вас, хотя внутри тоже и боль, и страх, и обида, и непонимание, и суета, потому что ты не знаешь, где взять эти деньги, и все остальное, но стараешься не жаловаться, потому что понимаешь, что у всех так сейчас, у всех, что нужно это просто пережить, перетерпеть, как-то собраться в кулачок, быть сильными, поэтому так, дровишки где-то брать надо, дрова сейчас, дрова, машина дров 16 штук, это что же вам, не 5 копеек, их сейчас вообще нереально, этих 16 штук заработать, вот, и ты сидишь и думаешь, где, как, и в кредит не возьмешь, понимаете, то, что можно было взять в кредит, мы брали в кредит, дрова ты в кредит не возьмешь, там только наличкой, и работы сейчас, перед новым годом, никому ничего не надо, ну, такого, что по стройке, что по этому самому, да, работа особо нет, ни хера, так вот, такие мелочи, что-то стрельнуть, и все, и собакам, вот, скупиться сейчас надо, и опять на тысяч две, я уже и так стараюсь им меньше того мяса, того сего, но все равно, ты же их не выгонишь, что же ты с ними сделаешь, у Евы, блин, от курицы, постоянно аллергия на уши себе раздирает, у Боньки, блин, с желчным проблемой, короче, короче, все окей, ребят, короче, все окей, как у всех, ставим пальцы вверх, делимся, вот, пишем комментарии, вот, с пониманием, и чтобы с пониманием, пиде, париться в бан, да, я же говорю, если будете писать, я же говорю, всякую бред и гадость, мне так уже надоело читать, вот это все, дермище, бывает, и знаете, бывает так, сейчас еще две секунды, что человек вроде, ну, пишет нормальные комментарии, все, потом, может быть, тоже человека взрывает, как и меня, конечно, все мы не без этого, блин, но все равно, бывает нормально, 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 а потом начинает какой-то бред писать, и вроде удалять не хочется, потому что ты понимаешь, что у человека, возможно, что-то точно такая же, какая-то ситуация, как у меня, вот знаете, что-то там взорвало, но с другой стороны, и читать это все, и контролить, у нас часто не бывает света, я не могу проконтролировать, что там пишут, понимаете, а в ветку залазить, мы же не залезем, потому что в ветку надо заходить специально, чтобы проверить, да, а потом, когда появляется свет, ты открываешь эти комментарии, такой, мама дорогая, понимаете, поэтому, такие пироги, поэтому же говорю, что, если вы попадаете в бан, уж извиняйте, если даже кто-то, нормальный, из нормальных людей, ну, где-то написал какую-то хрень, и я не разобралась, и где-то отправила в бан, дело в том, что вот, Коля вчера отвечал на комментарии, да, я вообще отружки отвечал, я потом захожу после Коли, говорю, зачем ты так написал, ну, ты шо, не видишь, она ж там вот это написала, я говорю, блин, зая, она не это имела ввиду, а шо она имела ввиду, я говорю, ну, вот так-то, так-то, а, да, я говорю, да, ну, я ж не знал, я говорю, ну, ты, получается, не так часто заходишь, отвечаешь там, и все, что ты людей не знаешь, и бывает, что на какой-то абсолютно, ну, нормальный написанный комментарий Коля может ответить какой-то фигней. Ну, а че я должен разбираться, надо писать просто нормально, сразу же, чтобы я понимал. Ну, блин, все ж люди, мы разные, чтоб ты понимал лично, от тебя надо понимать, вот, пишите комментарии под Николая, а вы не понимаете, проще, проще, девочки, проще. В общем, я Коля устранила от отвечания на комментарии, все, будет и без моих ответов. Не, если что-то там, какое-то видео касательно, я же говорю, что там, ну, по стройке, по тому, по сему, по политике, а то я пишу раздавать. По политике, по войне, по вот это все, если там где-то какой-то, где-то шо, то уж, простите, если кто-то там обиделся на его ответ, то уж. Бывает таки, да, что. Ну, надо же просто более понятно поставить, мы же, дивиться, мы же более, мы же понятно выражаемся, по войне. о том, о проблемах. Мы же вроде как нормально говорим, правильно? нет. А когда мне как-то так пишут завуалировано, то есть, ну. Просто проблема бывает в чем? Проблема бывает в том, что, написала, допустим, кто-то комментарий, да, потом я этому человеку ответила, а потом под моим ответом пишут комментарий, вроде бы как тому человеку верхнему, но оно же без названия, что вы ей пишете, и получается тут двоякое чувство. Без имени, непонятно кому. Да, двоякое чувство, то ли я дура, ну, вы там написали, ой, дура, иди там куда-нибудь, да, там, в таком плане, и непонятно, то ли вы мне написали, иди дура, не пойми куда, то ли верхнему, человеку, который написал гадость, например, понимаете, вот, вот в чем проблема, ну, Коля же в этом дело не разбирается, я-то хоть уже знаю, кто у нас из подписчиков, как вы там, ну, по никам выглядите, по именам, не более, мне, конечно, всех не успевают запоминать, но, я уже по, по, вам знаю, то есть вы как бы за нас, или за, за кого-то, за другого, поэтому я пойму, что это вы не мне дура написали, понимаете, а Коля этого может не помнить, так же так. Еще я туда полез, саду читать не умею, да, на самом деле, в общем, ребята, хорошо, на вот такой уже, более-менее, с улыбкой заканчиваю, потому что, да, я погыркала, я погавкала, ну, возможно, мне это тоже нужно иногда, потому что, тяжело, всем нам сейчас тяжело, не думайте, что вам как-то тяжелее, чем, допустим, мне, или там, кому-либо, вон, другому. Да, что у нас есть камень, это означает, что нам все. Что у нас все хорошо, если бы мы купили, этот, как он называется, генератор, то мы его не купили, мы его взяли в долг, понимаете? Да, мы написали... Не забывайте, что его еще заправлять надо, ребята, а жрет он ядрен батон, то есть, если 3 кВт будет потреблять, то он будет 3 литра в час жрать. Да, да, 3 литра бензина умножаем на... Ну, короче, канистра бензина на 20 литров, 1000 гривен стоит, вы же понимаете, что это тоже не 5 копеек. Поэтому генератор мы включаем только в редких случаях, когда, допустим, больше там 6-7 часов нет света, для того, чтобы холодильники заморозить. Да, только в этом случае. Если на 2 часа отключили, мы не будем его запускать. Конечно, нет. Это если уже что-то срочно, срочно надо будет, то это тогда да. А если так, то держим... Аккумулятор заряжаем. Сегодня, кстати, сдал аккумулятор, зарядник, да, аккумулятор сдал мужикам, там на рынке есть, знаю точку хорошую. Они разбираются, электрики от, блин, от бога, ешкин кот. Да, не, серьезно. Они его, короче, переделывают, чтобы он давал, быстрее, больше заряда, да, и сильнее ампераж. Там, сделают, несказал, сделают не два положения, сильное и слабое. Потому что, как же, вообще, вообще, вот это твои, как же, выдают вообще такую херню. Ну, короче, заряжается долго. Ну, заряжает долго аккумулятор, а у нас получается, что сейчас мы в основном как пользуемся. Выключают свет, мы подключаем аккумулятор, и за счет этого бегает наш насос, понимаете. Газ-то он есть у нас, он никуда не делся. А вот насос, он бегает и прогоняет этот газ по трубам. Не газ, а тепло по трубам. Вот, без этого прогонщика у нас никак не получится, ну, чтобы тепло было в доме. Ну, или камень же. Аккумулятор, вы же понимаете, со слабым зарядом, я его все время не заряжаю. Он не успевает заряжаться. Не дозаряжается. От отключения до отключения, очень малый промежуток времени, ему надо сутки стоять, чтобы заряжаться. А, как вы понимаете, тратится то, что сутки он заряжается, тратится за два часа. Нужно набрать этих суток, чтобы на каждые два часа дать полный аккумулятор. То есть, или где набрать столько аккумуляторов и столько зарядников, чтобы потом эти все аккумуляторы... Просто нужен, да, нужный зарядник мощный, который, да, я понимаю, что мы так ухайдукам аккумулятор, ну, и мать его так, зиму как-то протянем. Но это аккумулятор наш старый. Старый, отсюда с Кадиком мы еще новый купили. Да, да, мы новый купили, потому что он уже не хотел именно Кадик заводить. Вот, проблемы были, чтобы мы не могли долго завести. Зимой, да, он слабый. И купили, да, купили новый аккумулятор, то, а тот старый мы тогда не смогли сдать, потому что они тогда как раз в это время не принимали. И я же говорю, слава Богу, что мы его тогда не сдали. Да, да, кстати, он оказался, видите, хорошим помощником. Очень хорошим помощником. И его как раз хватает на то, чтобы хотя бы тепло гонять. Ну, тепло гонять, но иногда мы включаем еще туда, в эту розеточку этот... Роутер. Роутер, да, интернет. Потому что у нас, когда, ну, понятно, свет вырубается, то роутер вырубается, хотя сам интернет в нем есть. Ну, то есть, понятно, он где-то к центру относится, да? Ну, да. Как-то он работает без света, короче. Да. Все, ребятки, давай, Кисти, закругляйся, ты уже начальник говорила. Вот мы с вами поделились своими настоящими, да, делами, которые у нас на самом деле есть. Просто хотелось, чтобы люди тоже знали, что мы не какие-нибудь там живем, знаете, убога за пазухой, как говорится. Да, слава Богу, нам, нас там, где-то что-то у нас так выходит, получается. Но опять же говорю, то в долг, это в долг, а их же возвращать еще надо. Это ж не значит, что мы говорим, купили генератор, ура! И тут такие все, ой, молодцы, молодцы. А то, что эти 30 тысяч вернуть нам надо будет потом, понимаете, это ж тоже. Так что так, все. Всех темаю, не обижайтесь, кто принял что-то близко к сердцу. Я надеюсь, что у каждого у нас бывают такие дела, но дело в том, что может быть и надо иногда писать такие видео, потому что вы считаете, ну как-то, что вот Оля там такая молодец, все, она так это все просто воспринимает. Нет, я такая же, как и вы. И у меня, чаще всего я себя настраиваю на позитивный лад, но иногда и у меня бывают такие срывы, чтобы вы понимали, что я такой же живой человек. Я не железная, и давайте будем уважать друг друга, и даже если вот допустим, ну ладно, я не говорю про этих зомбированных товарищей, которые там просто зомбики, пишут говно, давайте хотя бы те, которые действительно, мои подписчики, уважать хотя бы друг друга, наши украинцы, уважать будем друг друга, и не думать, что вам хуже в данный момент, чем мне. Мне точно так же плохо. Я не имею, конечно, в виду тех людей, которые совсем сейчас без домов и без всего. Ну вот, я имею в виду хотя бы таких украинцев, которые живут, ну вот примерно как я, и если я показываю позитивные какие-то видео, без того, без всего, без подробностей, это не значит, что мне прям все в шоколаде. Так что так, все мы люди, все мы это переживаем, и надо держаться вместе, а не обсирать друг друга, и не пустаться укусить своих же за хвост. Понимаете? Для того, чтобы все было хорошо. Попробую, я же говорю, по поводу украинского тоже мне там пишут, что вы не переходите. Я объяснила ситуацию. А все же уже объяснете. Да, вот. Поэтому я же говорю, давайте мне за это тоже за хвост не кусать. Давайте как-то будем. Когда придет время свое, где-то оно, наверное, может быть и свое, так и придет. Поэтому так. Все, всех тем, я всех обнимаю, не обижаемся. Вот. А мы побежали дальше работать работу свою, что-то делать, где-то как-то крутиться и вертяться. Всем пока. Тихо.